Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Начинаем нашу очередную меню лекцию, маленький разговор, посвященный разбору разных непростых стихов, странных выражений в книге «Псалтирь» каждому знакомой, каждому известной, читаемой в наших храмах. И вот в этой книге, очень известной и находящейся дома у каждого верующего христианина, есть все-таки не совсем очевидные или довольно глубокие места, а глубина их сразу не оказывается очевидной, которые мы разбираем на наших маленьких встречах, на наших небольших разговорах. Помощником и спонсором наших встреч является портал экзегет.ру. Итак, начинаем. Тема нашего сегодняшнего разговора будет такая. «Где можно увидеть Бога?» – вопрос, ответ, в пустыне. И сегодня мы разберем два стиха из Псалма 62, которые как раз выражают очень хорошо, очень колоритно, емко саму эту идею. Итак, «Где искать Бога?» – в пустыне. Почитаем, потом будем комментировать эти два стиха. Итак, стих первый, точнее даже не стих, а надписание, он звучит так. «Псалом Давиду, внегдобыть ему в пустыне иудейстей» – это надписание. Здесь указывается то, что это псалом, указан жанр этого сочинения. Псалом, который восходит к традиции Давида. Видите, псалом Давиду, не Давида, а Давиду. То есть, как будто бы созданный по образцу псалмов, которые однажды, может быть, одного псалма, который однажды сочинил царь и пророк, и псалмопевец Давид. И указано место, когда, возможно, этот контекст подходит под сюжет этого псалма. «Никогда он был в пустыне иудейской». Но пустыня иудейская знакома нам из книг библейских, очень неплохо. И те, кто посещали государство Израиль с паломническими целями, тоже нередко оказываются в этом интересном регионе. Иудейская пустыня находится, скажем так, в центральной части государства Израиль. Раньше это была часть южная, юго-восточная часть Иудея. И она ограничилась рекой Иордан. И вот в этой пустыне иудейской издавна скрывались те, кому было не очень комфортно в нормальных городских условиях. Ну, какие-то люди в древности. Первая категория – это разбодники. Это те, которые себя противопоставили окружающим реалиям, законам, правилам и ограничениям. И они бегут в пустыню. И сам Давид, вступая в противоборство с властью, с царем своего времени, царем Шаулем, Саулом, он тоже бежит в эту самую пустыню. Ну, а также в эту пустыню бегут и те, кому не нравились, скажем так, мирские реалии окружающей цивилизованной жизни. Это аскеты, это пророки, религиозные какие-то искатели. Мы бы сейчас назвали их фанатики. Ну, или в истории церкви древности, древней церкви, это были аскеты-монахи. Так вот, в этих условиях, в пустыне иудейской, и происходит сюжет, который, в общем, описан в Псалме 62-м. Итак, возвращаемся к теме нашего разговора. А где же нам искать Бога? Ну, и как правило, для любого горожанина ответ очевиден. Бога надо искать в храме. А что такое храм, церковь, собор, часовня? Это то, где понятие цивилизации оказалось воплощенным в максимальной степени. Дело в том, что инженеры, архитекторы, строители, иконописцы, они воплотили все накопленное цивилизацией нашим опытом человеческим, чтобы создать дом Бога, здание, посвященное Богу. И как повелось издавна, ведь именно в храме оказываются воплощенными все богатство знаний, искусности, искусства, таланта, человечества и стоящей за ним цивилизации. Однако, отвечает нам этот псалом, сегодняшний псалом, что Бога можно искать и еще в другом месте, там, где ничего этого нету, где нет ни иконописцев, ни художников, ни строителей, ни архитекторов, где пустыня. И само слово пустыня выражает эту самую идею. Пустыня – это там, где пусто, где ничего этого нет. И вот иногда сама наша жизнь оказывается помещенной в ситуацию этой самой пустыни. Вот мы оказываемся наедине, в одиночестве, от нас отвернулись, про нас забыли. Мы не чувствуем Бога в своей жизни, мы находимся в пустыне. И вот то, как можно найти Бога в ситуации пустыни, отвечает нам, рассказывает об этом нам второй стих этого псалма. Итак, читаю его по-славянски, потом привожу вам другие переводы этого стиха. Итак, стих второй в славянской редакции. «Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя в земли пусть и непроходне и безводне». Ну, знакомый стих, и каждый посещающий храм постоянно, он, безусловно, его узнает. Этот стих псалма, читаемого на шеста псалми в составе богослужения утренние. Ну вот, так сложилась наша обрядность, наш уклад богослужебный, что то, что написано в служебнике утренне, как правило, совершаем мы вечером. И поэтому сам смысл этого текста, он видоизменяется. Не скажем, что он нарушается, он как-то вот модифицируется, он видоизменяется. О чем же в этом стихе идет речь? Вот я прочитаю перевод в редакции РБО, которым я сам пользуюсь и рекомендую пользоваться каждому интересующемуся писанием человеку. «Боже, Ты Бог мой, к Тебе я стремлюсь, Тебя жаждет моя душа, и плоть томится жаждой по Тебе, Как в пустыне безводной сухой». В другом переводе, которым тоже я пользуюсь, Мира Левинова, такой иудетский конфессиональный перевод, «Боже, Ты…» написано следующее. «Боже, Ты Бог мне, Тебя с рассвета ищу, Тебя душа моя жаждет, тело изнывает о Тебе, Изнемогаю я без воды на земле иссушенной». Описывается ситуация этой пустыни. Пустыня – это место, где, во-первых, пусто, ничего нет. Написано в славянской редакции «пустая земля». А какая еще земля? Непроходная и безводная. Там невозможно пройти, там сушь, там нет воды. И вот у человека, находящегося в этой ситуации, с утра первое, может быть, чувство его просыпающегося, потому что это утренний текст, он считается утром, возникает чувство жажды. Это чувство жажды как будто бы транслирует чувство, которое испытывает и все окружающее пространство. Вся пустыня жаждет Бога. Ну, точнее, по-другому. Вся пустыня жаждет росы, жаждет воды, потому что она пустая, потому что там нет этой самой влаги, дающей жизни, дающей возможность расти растением и обитать животным. Так вот, в таком плане философском, богословском, это жажда человеческой души, как у пустыни касается воды, так у нас касается самого Бога. Так вот, с утра мы просыпаемся и уже испытываем, или должны испытывать, либо бывает и так, что снова и снова, подряд, очень долго испытываем жажду по Богу. Мы хотим, чтобы Он был рядом, но вот Его нет, или мы Его не чувствуем. Что еще в этом стихе привлекает наше внимание? Ну, вот выражение «Боже, Боже мой», или в другой редакции «Боже, Ты мой Бог, Ты Бог мне». И вот этот вариант «Ты мой Бог, Ты Бог мне» он более хорошо отражает еврейский оригинал текста. Там используется сокращенное имя Бога «Эль» с приставкой, личным местоименным окончанием и не приставкой, а суффиксом «Эли», «Мой Бог». Вот показывается этой приставкой личные взаимоотношения человека и Бога. «Бог для того мой», и для того эти отношения «Я» и «Он» уместны, что это вот окончание «И», то есть «Мой», оно оказывается частью самого Божьего имени. «Бог Ты мой Бог». Личные отношения с Богом. Немножко еще поговорим про утреннее. Идея того, что это утренняя молитва выражена хорошо в славянской и, скажем так, в еврейской версии текста. Славянская версия. «К Тебе утреннюю», «Утреневать», «Делать что-то с утра». Или вот еврейская редакция, версия «Перевод» «Тебя с рассвета ищу». Тоже очень хорошо эта мысль изложена. А вот перевод «Эрбо» избегает почему-то этого смысла и говорится о том, что «К Тебе просто я стремлюсь». На самом деле в греческой переводе, если в плагинте, там есть слово «Орт хридзо», «Делать что-то с утра». Вот с самого утра, в самом раннем начале Твоего дня, рабочего дня, Ты делаешь что-то. И как написано в Евангелии от Луки, глава 21, стих 38, это окончание 21 главы, «Иисуса с утра встречали в храме, ожидая Его слушателей». Вот тоже используется это редкое слово, глагол «Орт хридзо». Чего-то делать с утра или чего-то начинать с самого первого момента Твоего пробуждения. И раз так, то этот текст вполне вписывается, во-первых, в богослужении утренне, но с условием тем, что утренне начинается не вечером, а, скорее всего, утром. Ну и, наконец, проговорим еще выражение славянское «Коль множится ю», которое, в принципе, непонятно, и невозможно никому, я думаю, даже священникам, так вот сразу объяснить смысл этого словосочетания, «Коль множится ю». Но если мы один раз услышим толкование, потом мы запомним и будем всегда расшифровывать, узнавать, опознавать смысл славянского текста. Итак, «Коль множится ю» это как часто, сколько раз. Так вот, сколько раз моя плоть тебя жаждет с самого раннего утра в земле пустой, непроходной и безводной. Итак, дорогие братья и сестры, мысль, озвученная мной неоднократно, что мы можем испытывать близость Бога, общение с Богом в пустыне, в безлюдии, в одиночестве, в брошенности и в оставленности, очень хорошо выражено первыми двумя стихами Псалма 62-го. Спасибо за внимание. С вами был священник Алексей Волочков из Петербурга и из Феодоровского собора. Нашим помощником в трансляциях является портал экзеге.ру. Всего хорошего. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok